Всем привет, друзья! С вами Беркли и я продолжаю играть в Red Dead Redemption 2, а также снимать для вас различные обзоры очень интересных модов. И вы знаете, моды для Red Dead Redemption продолжают развиваться и вместе с ними глобализация их довольно-таки впечатляет. И поэтому я сегодня вам покажу довольно-таки интересный мод от того же автора Junior Nip, который делает потрясающие моды для данной игры. Большинство из этих модов, конечно же, платные, так как у меня еще действует подписка, уже пару дней она заканчивается. И сегодня я покажу вам обзор одного мода от Julio Nip. Данный мод у нас называется Pig Rider V2, так же само запускается через Nip Mods. Давайте его запустим и сделаем на него такой небольшой обзор. И давайте с ним немножко поиграем, посмотрим, что это за мод такой интересный, как бы мне самому интересно с ним поиграть. По сути, я уже видел небольшой такой обзор у автора на странице, и этот мод добавляет вам различные такие большие скины, на которых вы сможете кататься. Один из самых интересных, это, ребята, смотрите, вот этот вот скин, давайте я вам покажу. Вот, где-то здесь есть такой фермер, который, вот, я нажал, и он, ребята, смотрите, как он вырос, то есть он такой большой. Для начала этот обзор сделаем на этого гиганта и попробуем с ним поиграть. То есть, как обычно, то есть это вместо вашей лошадки, то есть просто садитесь на него и смотрите, ребят, я вот с ним сижу вот здесь вот, и вот так вот можете им управлять. То есть это вот ваш подручный, так же сказать, человек. Вроде бы что-то напоминает мне, как будто какой-то Халк, на минималках Халк, то есть для Red Dead Redemption. Вот такой вот у нас фермер, довольно-таки плотного телосложения и, то есть, смотрите, мы даже можем прыгать, получается. И, конечно же, основным отличием от других моделей, от лошади в том, что, ну, мы очень быстро сможем добраться куда-то в любую точку. Кроме этого, давайте попробуем что-то взять в руки, вот там едет какой-то законник. Смотрите, ребят, я сейчас, у нас появится сейчас прицел такой, я сейчас нажму вот так вот, сейчас, а ну-ка, получай, вот туда полетел. Так же можно его подобрать, а ну-ка, я сейчас его подберу. А ну-ка, сейчас появится метка или нет? Нет, потому что он уже вырубился, к сожалению. Так, это у нас что? Ну, тоже что-то там есть, такой бизон валяется. Грязный. Так, давайте посмотрим дальше. Нужен какой-то объект, который мы сможем поднять, я покажу вам, что может этот, как бы, скин. То есть, все нормально, он взаимодействует, давайте направимся в этот город. Посмотрим чисто, насколько он большой в сравнении с, ну, домами. Вот так вот сейчас сделаем, выберемся отсюда. Да, ребята, люди, наверное, в шоке от такого большого человека. Смотрите, это обычный дом, а это повозка. Сейчас возьму, вот так вот Q нажму, и он берет и поднимает эту повозку. Да, ребята, смотрите, сейчас вот бросим ее вот туда вот. На, получай. Да, конечно же, он немножко свернулся, упал. Вот, сейчас поднимем его. Так, этот человек там куда-то убежал. Сейчас, так вот можно человека поднять также и бросить вот туда вот. Ну-ка, давайте-ка его бросим. А нет, он его скушал. Да, голодный, наверное. Так, ну-ка, это лошадка. Бросим ее вот туда. Так, получится или нет? Да, он ее тоже как бы покушал немного. Это выглядит довольно-таки прикольно. То есть, покататься на таком большом гиганте. Вот. Я еще решил направиться сейчас в воду. Посмотреть, насколько ему большая эта вода. Точнее, насколько большая здесь глубина. Потому что интересно просто посмотреть. Вот, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас залезем туда. Ну, ничего, так нормально. Тоже вот он умеет тоже плавать. Вот, ребята, видите? Ну, почти до головы ему вот такая глубина здесь. А ну-ка, сейчас люди насколько будут в шоке. Вот мы здесь вылезли. Сейчас вот так вот берем и человека сюда бросаем. В принципе, довольно-таки неплохая моделька. То есть, даже этот мод. Давайте еще покажу вам, какие здесь модельки есть. Автор постоянно обновляет данный мод и добавляет все новые и новые модели. То есть, персонажей. Для начала давайте слезем с него вот так вот. Конечно же, только так и можем. И, конечно же, смотрите, давайте посмотрим еще остальные такие анимации. Аллигатор Биг. Это у нас большой такой аллигатор. Тоже на него сейчас залезем. Да, конечно же, выглядит это впечатляюще. Да, нормально он лазит. Ну, аллигатор уже лучше будет кушать там лошадей. Вот, ребята, смотрите, вот так вот. На нафиг. Скушал ее. Вот это вот сейчас попробуем. Ну, ладно, я уже не буду так издеваться над ними. Вот, попробуем еще взять лошадь в руки. Получится ли это или нет. Так, а ну-ка, ну-ка. Да, ребята, взяли. И, смотрите, он просто ее зацепил вот так и таскает. Ну, конечно же, так себе, потому что анимация зверей, она действует немного по-другому. Следующий у нас персонаж это Аллигатор 2. Ну, это обычный Аллигатор. Это понятно, вот это уже такой. Сейчас тоже его посмотрим. Тоже неплохой такой золотой Аллигатор. Можно на нем покататься. Выглядит тоже довольно-таки неплохо, но он уже намного меньше, чем тот. Бео, это медведь, скорее всего, да. Сейчас на медведе покатаемся. Так, а ну-ка, ну-ка. Да, ребята, прикольно. Всегда хотелось оседлать медведя, и это с этим модом у нас получилось. Да, как его там колбасит на нем. От первого лица тоже можно играть, но это довольно-таки неприятно, потому что камера постоянно болтается. И такое. Следующий мод. Это у нас тоже с этим модом пиграйдер. Этого фермера мы смотрели. Майкл Белл. Слэв, что это то такое? А это Мика Белл, ребята. Тоже можно на него залезть или что? Да, ребята, смотрите. Мика Белл и просто катаемся на нем. Вот тебе и такое наказание за то, что ты нас постоянно доставал в сюжетке. Вот, ребята, смотрите. Да, выглядит это довольно-таки прикольно. Ну, конечно же, тоже это довольно-таки медленная штука. Это все. Так, а ну-ка, ну-ка, что там началось? Сейчас мы их... Получай. Я сейчас делаю по-другому. Возьму эту собаку и сейчас их накажу за это, что они начали у меня стрелять. Сейчас берем вот так вот просто их закусим. Да, бросается нормально он на них. Конечно же. Еще один. Вот так вот. На, получай тебе. Все, ребята, мы их закусили с этим большим волком. Ну, это такая собачка даже, да? То есть, подволка. Ладно, давайте посмотрим еще. Гиант Игл. Это у нас большой такой орел. Будет довольно-таки интересно с ним полетать. А где он там? А вот он, вот ребята. Вот он, ребята. Так, приземлится или нет он? А вот он встал, смотрите. Нормально, нормально так. Так, садимся и полетели. Сейчас. Как им управлять-то? Вот, вот, ребята, смотрите. Да. Вот это круто, конечно же. Сейчас взлетаем еще раз. Да, выглядит это довольно-таки интересно. Кстати, можно набрать максимальную высоту. Давайте попробуем набрать. Вот так вот сейчас сделаем. Кстати, вот, ребята, я давно хотел исследовать карту. И можно даже будет потом отправиться в конец карты. На этом большом орле. Вот. Ну, это уже в следующих видео, наверное, уже у нас будет. Так что давайте приземляться. Ну и следующий у нас зверек. Это гиант Игуана. Это большая такая вот Игуана. Тоже можем на ней покататься. Вот так вот садимся на нее. Просто катаемся, конечно же. Это, по-моему, это хамелеон или нет? Да, скорее всего, хамелеон. Или это какая-то Игуана. Тоже она довольно-таки быстрая. Вот, ребята, как видите. И выглядит она довольно-таки прикольно. Так, большой ребенок. Гиантки 2. Вот такой вот у нас большой ребенок получается. Это, по-моему, сын этого Джона Марстона или нет? Нет, это какой-то другой. Потому что тот немного другой. Вот. Ну, этот уже немножко поменьше, чем тот большой фермер, за которого мы с вами играли. Но все равно с ним довольно-таки интересно играть. И можно быстро добраться в любую точку. Хотя с ним намного интереснее играть. Потому что нету такой большой высоты. И, в принципе, ребята, очень легко с таким скином играть персонажа. Вот, смотрите, в любую точку добрались. Так, еще один ребенок посмотрим. Гианткид. Гианткид номер 1. Так, а это кто у нас такой? Это тоже какой-то ребенок. Типа, ну, уже мальчик лет, я думаю, что 15. Вот. Уже он немножко побольше, чем этот. Насколько он большой или нет? Да, он немного больше, чем этот, за которым мы только что играли с вами. Ну, еще, по-моему, есть еще несколько последних. Это что интересно посмотреть. Это Гиантарэббит. Это большой такой кролик. Потом еще Монстербэт. Что это у нас такое? Монстербэт. Честно говоря, даже не знаю. Это, ребята, летучая мэйш. Смотрите. Тоже можем на ней покататься. То есть, полетать вот так вот. Смотрите, ребята. Довольно-таки прикольно тоже вот на этой летучей мыши поиграть с ней. Но она, если честно, немного медленная. Поэтому так себе. Ну, и одни из последних это большая свинья и свинья обычная. Давайте обычную посмотрим. Обычная это такая. Тоже на ней можем покататься вот так вот. Ну, обычная так себе смотрится. Вот. Вот она, ребята, большая такая. Тоже такая большая свинья. Довольно-таки неплохо выглядит. Тоже можем за нее поиграть. Ну, а в целом, больше всего мне понравилось это то, что можно поиграть за этого большого ребенка. И, конечно же, за орла и за фермера. Фермер это у нас как будто какой-то Халк. Как в GTA-шке мы играли за Халка. Ну, это вот намного больше он, чем этот Халк. Такой себе Халк на минималках. Просто в нем нету таких возможностей больших. А так с ним тоже вот довольно-таки интересно играть. Я думаю, что никакой бандит на вас уже не нападет в Red Dead Redemption. Если вы будете кататься на таком гиганте. Ну, и наше видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Такой был интересный мод. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки под данным видео. И ждите следующей серии по обзору модов для игры Red Dead Redemption 2.